Чё я могу сказать за Гудфайзера? Гудфайзер, в отличие от Сталлоне, имеет хоть какой-то вкус. Хотя какие могут быть претензии к табаку за такую цену, как и далее, не знаю. Но тем не менее, хочется хоть что-то чувствовать. Это такой же лёгкий табак, как и все предыдущие до этого. Но тем не менее, он немножечко кисленький и немножечко сладенький. Ягодный, слегка кисленький вкус. Советую всем попробовать. Табачок Гудфайзера-то дали. Брать стоит. Ну что, бро, всем привет, с вами Дюх Твердов. Продолжаю линейку роликов о Дали, мать твою, что это. И сегодня у нас на очереди Гудфайзер. Выглядит это примерно вот так, вот курица, наверное, так же. Ты приходишь к ней без уважения, она бьёт тебя по горлу. Ты уважаешь её, это получается очень вкусный микс. Ну что, давайте, не долго думая, пробовать. Это будут короткие ролики, просто чтобы вы знали, что вы берёте в магазине. Потому что я, честно, пришёл и охренел. Целых пять или даже больше вкусов в этой линейке комик. Все упаковки странные, название непонятное. И вот я читал про Гудфайзера, что это вообще какой-то аналог типа киви, сличи и так далее. Причём тут киви, личи и гудфайзер вообще не понимаю. Может быть это вкус и цицилии, но если, ей-богу, я бы делал этот вкус, я бы херанул туда перцы, как в предыдущем ролике. Гаспачи с базиликом. Засыпал бы это всё в спагетти. Мамма миа, было бы вкусно. Вот у нас, значит, Гудфайзер. Они, кстати, делают прикольный брендик упаковок. Но запах... Блин, они походу во все свои специальные миксы херачат обыкновенный ментол. Ну, будем пробовать. Пахнет действительно вот этим странным около киви, около личи вкусом. Стандартное Адалия, ничего вне особенного. Вот я охренею, если открою Адалию, а там, оказывается, не красный, не вот такой вот табак, блин. Ну и чё это будет, если это, собственно, Адалия? Это уже будет не Адалия, это будет какой-то фазил или я не знаю чё. Короче, ребят, обычный табак, красненький, вот такой вкусненький, должен быть дымненький. С Адалией вообще не бывает проблем, Адалия прекрасный табак. В том плане, что ты его взял, 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 раскушил, забил в чашку, покурил. Всё, никаких запах. Собственно говоря, обычный апгрейд, опять-таки в предыдущем ролике, хреначем вот так вот воздушно. Не оставляя кусочков на доске. А то придётся собирать мультик, а я не люблю мультик. Кстати, как вы называете микс табаков, который мешает из того, что у вас осталось на доске после запивки? Кто как. Вуаля, чашка готова, осталось сделать колодец, будет вкусно, ароматно, будем пробовать, будем посмотреть. Что я могу вам сказать, мои друзья? Сегодня мы будем курить Good Father на колене Пушка, при которой обзор я уже делал недавно на этом канале. Будем пробовать и смотреть, пришёл этот табак ко мне с уважением. Или без. Чё я могу сказать за Good Father? Good Father, в отличие от Сталлоне, имеет хоть какой-то вкус. Хотя, какие могут быть претензии к табаку за такую цену, как и далее? Не знаю. Но тем не менее, хочется хоть что-то чувствовать. Это такой же лёгкий табак, как и все предыдущие до этого. Но тем не менее, он немножечко кисленький и немножечко сладенький. В описании написано, что там должен чувствоваться какой-то странный фрукт, похожий на киви. Но это, походу, он и есть. Я его ещё ни разу в жизни не пробовал. Но тем не менее, мне заходит. Он сладенький, но при этом не приторный, как для девочек. А нормальный такой. Опушка. Нормальный кальян для нормальных пацанов за нормальные деньги. Кстати, посмотрите обзорчики, если ещё не успели. И вот, что я вам могу сказать. Гудфазеры стоят купить и хотя бы раз попробовать. Ну а далее, мать твою, почему во все странные миксы ты хреначишь ментол? Иногда не хочется курить мяту. А тут приходится. Дымный нормальный табак. Раскуривается спокойно на трёх-двадцать вторых углях. Я вообще не понимаю двадцать пятые угли. Двадцать пятые угли для лентяев. А вот взял четыре уголька, накинул, прогрел чашечку. И нормально покурил потом на трёх. И не паришься за то, что у тебя табачок сгорит. Нормальный пацанский табак. Для тех, кто умеет нормально жарить. Табак. Конечно, я пока про табак. Ягодный. Слегка кисленький вкус. Советую всем попробовать. Табачок Гудфазера-то дали. Брать стоит. Денег он своих заслуживает и оправдывает. Ну а на этом всё. С вами был Дюха Твердов. А с голосом у меня такая херня. Потому что я уже слишком много курю. А не потому что я пытаюсь имитировать какую-то актёрскую игру. Не подумайте, актёр из меня хуёвый. Ну а вы знаете, лайки, подписки. Колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И кстати, скоро мы устроим большую дегустацию. Да, будем пробовать двадцать вкусов сахабы. Так что не пропустите этот момент. И я ещё скоро отмечаю юбилей. Так что давайте нормально затусим. С вами был Дюха Твердов. Кальян обычный на воде. До новых встреч.